Программа предназначена для аудитории от 16 лет. 11.07 в Кирове. Начинается программа «Дневной разворот». И сегодня в среду, ну, пожалуй, программе «Урбан» мы уделим сегодня один час. Да, эта программа «Урбан» прямо сейчас начинается. «Урбан». Программа о городских проектах. Владимир Сметанин и Светлана Заньков в студии. Всем добрый день. Добрый день. Давай сразу наших гостей представим. Да, конечно же, давайте. Потому что у нас сегодня в темпе, в темпе. Мы должны все это сделать, и одного из гостей должны отпустить. Вячеслав Семаков, глава территориального управления по Первомайскому району Кирова, заместитель главы администрации нашего города. Вот в новом качестве уже вас представлен, Вячеслав Николаевич. Добрый день. Добрый день. Как вам нравится в новом качестве? Интересная работа, новая. Ну, почти неделю, да, вы уже, получается, в должности находитесь? Ну, а вот сейчас мы за эфиром общались. Вячеслав Николаевич практически невозможно было остановить. Он рассказывал про те события, новости, действия, которые предпринимаются территориальным управлением. Видно, что вы осваиваетесь достаточно быстро на новом месте. А пока ты отлучилась немножко от студии, Вячеслав Николаевич рассказал историю спасения бабушки. Помнишь, мы ее слышали? Федеральную? Не спасение. Федеральные бабушки. А оказание помощи. А оказание помощи, да. Когда сам начальник управления на лодке поплыл. Поплывешь тут, когда федеральные каналы показывают бабушку, потерявшуюся где-то там. Что с ней случилось-то, кстати, Вячеслав Николаевич? В принципе, ничего серьезного не было. Там соседи оказывали помощь, ходили за продуктами. Единственное, что закончилась пенсия, необходимо было свозить ее на почту. А так, в принципе, мы обошли все свободы, которые у нас затоплены. Люди всей информацией обладают. Мы два раза в день, как минимум, туда выезжаем, доставляем людей на работу, возвращаем обратно, доставляем питьевую воду, доставляем канистры, вечером забираем пустые. То есть, вся работа необходима, организована. Бабушке сейчас тоже помощь оказали, поэтому обменялись телефонами. В случае каких-либо проблем готовы. Прямая связь установлена. Ну, вода пошла, похоже, на оболь. Да, на 11 сантиметров уже упала. Но не везде. В частности, земельным работам, посадкам не способствуют погодные условия совершенно. И мы тоже сегодня будем об этом говорить, потому что у нас тема проект «Тридсквера. Второй этап». И кроме Вячеслава Николаевича Тимакова мы пригласили в студию Светлану Скрябину, генерального директора компании «МИКО». Светлана, поправьте меня сразу, Светлана. Я соучредитель генерального директора. Светлана, хорошо. А директор у нас матан своей Екатерины Александровны. Хорошо, это где-то вы еще числитесь в интернетах. Хорошо. Да, я два года была генеральным директором. Соучредитель. И Ирина Нагаева, директор компании «Арт-Ландшафт». Ирина Лангверна, добрый день. Добрый день. Ну, мы сразу скажем, что таким составом мы будем обсуждать один из объектов, который входит в программу «Тридцать скверов». Это сквер в районе «Молодой гвардии-32». Те, кто заинтересован сейчас в этом проекте, может представить себе это участок улицы «Молодой гвардии» между улицей Ленина и улицей Свободы. Но поскольку Вячеслава Николаевича придется отпустить после первого перерыва, дадим возможность ему высказаться. Потому что, несмотря на то, что вы ушли с поста главного человека по благоустройству в этом городе в рамках своего района, вы этим продолжаете, естественно, заниматься. И скажите, какую стратегию вы сейчас реализуете в Первомайском районе? В первую очередь, определим те территории, которые находятся на Первомайском районе. В Первомайском районе сейчас уже по некоторым территориям мы готовим проект нормативных актов о переводе данных территорий в зону зеленых насаждений. По тем объектам, которые уже готовы к реализации совместно с муниципальными учреждениями, буквально в ближайшие дни начнем подготовительную работу, связанную с уборкой аварийных деревьев, порослей и уборкой мусора. Будем приглашать и население участвовать в данных мероприятиях. А сколько их уже мы можем говорить? По Первомайскому району. Я пока по всем еще не объехал, поэтому у меня сейчас на слуху порядка пяти объектов, на которых в ближайшие дни начнем работу. Я так понимаю, что по ходу дела, как вообще, в принципе, это было связано с проектом «Тридскверф», выявляются еще какие-то территории, которые рассматривают, уже которых нет даже в списках на сайте, которые рассматривают теруправление сейчас с точки зрения того, можно ли эти зоны превратить в зеленые или нет? Заинтересованные лица появились, они готовы заниматься благоустройством прилегающих территорий, поэтому мы все эти начинания будем поддерживать. А вот эта процедура перевода в статус зеленой зоны, она насколько сложна? В чем суть ее? Кто должен окончательно решение принимать? Значит, у нас есть перечень, который утвержден постановлением администрации города Кирова. Мы предлагаем внести в него изменения. То есть за данной территорией на сегодняшний день закреплен другой статус, и вот этим постановлением будет этот статус изменен. То есть это не решение Гурдумы, это все в полномочиях городской администрации. А когда бумаги готовы, вот теруправление пишет, например, заявки вот на это, когда бумаги готовы, заявки пришли в городскую администрацию, как долго процесс вообще, какое время занимает перевода в зеленую зону? Ну, если ноги приделать, в течение недели можно сделать. Ноги приделать. Хорошо. Ну, то есть вот сейчас приделывают ноги бумагами, вероятно, да? Да. Ускорение. Ускорение. Волшебный пензин, простите. Кстати говоря, не зря мы по этому поводу задаем вопрос, потому что вчера на общественной палате была комиссия по экологии, и там как раз представитель городской администрации, ваш бывший зам, теперь директор, а теперь человек, который возглавляет благоустройство города, Дмитрий Печенкин, отчитывался по этому проекту. И выявилось, что в намерениях администрации заняться переводом в зеленые зоны осенью этого года. Ну, то есть это противоречие такое, да? Люди приступать должны к работам, а зона не имеет статуса зеленых. Мы его обсудили вчера, и было принято решение, что ноги будем приделывать сейчас тоже. Кроме того, надо сообщить просто нашим слушателям, что было очень много сложностей и вопросов. Пришли люди, которые точно так же, как вот сейчас Светлана Андреевна и Ирина Владимировна являются партнерами этого проекта. Газпром газораспределение, у них проблема, у них есть тоже проект, у них есть уже готовые люди, они уже готовы были выйти на субботники, на посадки и прочее. Но земля не переведена в зеленую зону, и нет согласования некоторых там объектов, которые выявились на этой территории. Вот, кстати, выявляются какие-то объекты на территории. Такие сложности тоже существуют, и эту работу тоже мы ведем, направляем письма в соответствующие службы для того, чтобы определить, все-таки есть какие-то люди зарегистрированы на данных территориях или нет. То есть есть пустырь, а там зарегистрированы какие-то люди. Оказывается, что есть либо собственники, либо какие-то люди прописанные, хотя по факту нет. Как могут быть люди на пустыре прописаны? Ну вот, пока это неофициальная информация, поэтому мы подготовили официальные запросы. И таких территорий не одна. Да. И они выявляются по всему городу вот сейчас. И эти согласования нужно проводить прямо сейчас. И в связи с этим, еще раз на общественной палате, вчера совместно с администрацией города Кирова было принято решение, что все-таки рабочие группы будут собираться каждую неделю, чтобы в оперативном порядке решать вот такие тоже проблемы. Они возникают. Это очень важно, кстати. Почему? Потому что люди сейчас готовы заниматься проектом. У них есть определенное воодушевление даже по поводу того, что город станет краше, что он действительно будет зеленой зоной, а не просто номинально. И если это заволокитится, то, конечно, этот энтузиазм может просто проявлять. И не только энтузиазм. И в общественных организациях, и в бизнесах. И не только энтузиазм. Когда бизнес выделяет какие-то средства, в том числе на подобные проекты социальные, то эти средства не могут лежать и ждать долго, до осени, до следующего года. Потому что возникает постоянно много очень обращений. Вы мне не дадите соврать. Постоянно. Сделайте нам это, пожалуйста. Нарисуйте нам вот это. А, пожалуйста, посадите нам вот то. А поучаствовать в таком благотворительном мероприятии. И эти средства, они просто уйдут в другое место. Тоже в хорошее, но в другое место. Напомните, пожалуйста, газораспределение. Какое у них участок? Два участка. Два участка. В газораспределении. Тебе сейчас не скажу, но зайду на сайт 30 веров и напомню. Хорошо. Давайте мы вернемся тогда к территории на Молодой гвардии 32. Мы встречались на этой территории уже неоднократно. В том числе и с присутствующими здесь Светланой Скрябиной и Ириной Нагаевой. Но вот там, где вы не были дамы, на каком мероприятии, а мы с Вячеславом Николаевичем были, тоже обозначились вопросы, которые задают заинтересованные жители. А у жителей, как выясняется, тоже интересы-то разные. Вячеслав Николаевич, давайте расскажем, с чем мы столкнулись. Да, оказалось, что они давно уже мечтают на этом месте сделать парковку. Один человек. Да. Ну, он выступает от лица круга. Автомобилистов. Да-да-да. Вот, поэтому, я думаю, что мы предложили им другие варианты. Продать машины. На первом этапе человек был удивлен, что какая-то организация готова вкладывать деньги, непонятно для чего. В сквер. Какой выхлоп, да, вот он был абсолютно удивлен. Какой такой бизнес вдруг в сквер будет вкладывать деньги? Материальный составляющий не получает, а почему-то вкладывается в это свои собственные ресурсы. Совершенно верно, да. Но в конце нашей беседы все-таки взаимопонимание нашли, поэтому я думаю, что в его лице, я думаю, что даже какое-то участие мы получим. И, может быть, даже участие и в сквере в том числе. То есть, когда люди собираются и выясняют, у кого все-таки какие желания, и как лучшим способом можно это решить, вопрос планирования. Учесть интересы. Учесть интересы. Рассмотреть возможности, спланировать территорию. Слава богу, я не знаю, или не слава богу, у нас с планированием и вот с такими пустыми пустотами, которые между домами находятся, все в порядке. То есть, есть еще дырки, куда положить можно асфальт или решетку для зеленой автопарковки. Есть чего благоустроить внутри жилых микрорайонов, безусловно. И мы с ними посмотрели и договорились, что, во-первых, можно благоустроить парковочные места прямо здесь у дороги. И там станет машин 15. Там такой интересный очень дом. Он невысокий, всего 4 этажа. У них 24 места в гараже внутри дома. Но еще 15 требуется. И такие машины все, я вам хочу сказать. Им правда требуются такие вот места. Это, видимо, такая типичная история будет для дальнейшего развития проекта, когда одни будут хотеть парковку, другие будут хотеть какой-то зеленый уголочек красивый. В нашем случае, в этом случае, по молодой гвардии 32, слава богу, успешным оказалось то, что достаточно было часа-полутора для того, чтобы разъяснилась ситуация. И мы нашли места и компромисс. И мало того, что компромисс, и, как сказал Вячеслав Николаевич, еще и выгодное решение, которое и на пользу сквера тоже сыграет. И на пользу скверу, и на пользу жителей близлежащих домов. Ну и, в принципе, и на состояние уличной дорожной сети тоже повлияет. Но мы пока конкретику не озвучиваем. Озвучиваем. Давайте, Вячеслав Николаевич, что мы на этой неделе делаем по этому объекту? Стороны терроруправления какие будут усилия предприняты? Значит, в первую очередь, мы сейчас должны эту территорию очистить, убрать. Ну, там в основном дикорастущая поросль для того, чтобы все-таки увидеть, в каком состоянии у нас находится территория. Где-то просматриваются фундаменты, где нужно убирать, где не нужно убирать. Там стоял старый каменный дом, снесенный уже, естественно, но фундамент остался. Поэтому, ну и определиться с объемом необходимой ликвидации вот этой несанкционированной свалки на сегодняшний день, организованной на этой территории. Меня-то больше всего возмутило, что люди на протяжении многих лет живут рядом с данной территорией и никогда ничего не озвучивали. А как только появилась какая-то активность по созданию, по благоустройству данной территории, сразу вдруг захотели что-то собственными силами, за счет собственных средств сделать. То есть, раньше все это как-то спокойно. Закрывали глаза, наверное. Ну, просто, может быть, и мысли у людей не возникало. Как всегда, не было движущей силы. Да, да, да. Энтузиастов. То есть, там свалка. Это нужно вывести. На этой неделе будут какие-то работы? Сегодня дирекция зеленого хозяйства туда выехала осмотреть, можно ли уже начать работы по валке. Потому что не хотелось бы, да. У нас уже есть примеры, мы торопились. Хотели уже весенние посадки проводить на территории сквера в районе улицы Пятницкой. И небольшой негатив получили из-за того, что намесили. Техника там работала. Вот. И сейчас необходимо все-таки подождем, когда все подсохнет, и работы продолжим. То есть, мы ждем подходящих погодных условий. Будет производиться выкорчевка вот этой поросли. И осматриваться фундамент, потому что, судя по тому, что Ирина Владимировна говорила, мы еще сегодня это обсудим, когда Вячеслава Николаевича отпустим, что фундамент, скорее всего, придется все-таки доставать, его оттуда вытаскивать. Ну и, кроме того, параллельно, вот с вновь образовавшейся группой активных граждан, будем разрабатывать проект парковки, прилегающей на самой дороге. И, вероятно, будет вестись работа по участку с противоположной стороны дороги, где рассматривается как раз возможность применения средств на подземный гараж. То есть, правильно ли я поняла, что жители ближайших домов, они готовы вложиться в благоустройство этой... Или на чьи плечи ляжет это? Один парковки. Что это, физически? Не на вашей. Нет, рассматривается вариант строительства на противоположной стороне двухуровневой парковки, так сказать. То есть, для того, чтобы люди успокоились, что все-таки будет у них место для парковки, мы предложили им соседний участок. По соседнему участку сейчас... Да, и в принципе... А там у соседнего участка никто за него не борется, нет? Ну, мы сейчас рассматриваем, какие существуют права, каким образом можно... Этот участок, в любом случае, если он находится в муниципальной собственности, он не будет предоставляться безвозмездно, мы будем его выставлять на торги. То есть, они смогут его приобрести и уже заниматься обустройством парковки. Тем более, там возможен выезд с двух сторон. То есть, как на улицу Горбачева, так и на улицу Молдая Гвардия. То есть, строительство пойдет за счет жильцов? Конечно. И они, собственно, предварительно договорят с вами? Да, мы уже ранее говорили, что у них не одна машина и хорошая машина. Поэтому я думаю, что денежные средства на это найдутся. Кроме того, там тоже существует проблема, остался и полуразрушенный старый дом, и очень мусора много. И сказали, что все это, они готовы в случае выделения земельного участка, все это прибрать, убрать, вывести. Что тоже плюс? Если это так, это тоже плюс для всей территории, потому что вот как раз мы говорим о комплексном, о каком-то освоении и развитии. Вот оно такое вот и есть. Главное, чтобы слово держали. Я к тому, что нам надо держать обещания. Нам нужно спасибо. Говорим Вячеславу Семакова, главе территории управления по Первомайскому району Кирова, заместитель луговой администрации. Раз уж обещали вас вот в это время отпустить, то спасибо большое. Мы сейчас продолжим обсуждение. Мы со своей стороны просто только просим нам скинуть информацию, когда будет проводиться в субботнике и в других тоже зеленых зонах, которые планируются перевести в зеленые. Мы, чтобы нашим слушателям это все озвучили. Обязательно всех пригласим для участия. Спасибо. Спасибо. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Урбан. Программа о городских проектах. Проект 30 скверов. Второй этап. Мы информируем вас, слушатели, о том, как все продвигается. И сегодня разбираем территорию на Молодой гвардии 32. Это отрезок улицы между Ленина и Свободы. Прям точечный у нас сегодня. Урбан такой вот. Не путать с точечной застройкой. Ты знаешь, будем так и делать, наверное. Потому что это важно, приглашать каждый раз группы людей, которые работают над каждым отдельным участком. Для того, чтобы они делились опытом, рассказывали про проблемы возникающие, про решения, которые находятся. Так и будем двигаться. Вячеслав Николаевич Симаков, спасибо ему, что он приходил. Пообещал, что как только погодные условия позволят нам, придет техника на этот участок для того, чтобы убрать поросли. Но обнаружилось, что там есть фундамент старого дома. И вот это важно рассказать Ирине Владимировне Нагаевой, сейчас обращаясь к директору компании «Артландшафт». Почему, Ирина Владимировна, вы считаете, что нельзя просто там засыпать массой земли и посадить деревья? У нас деревья на балконе. А как деревья на фундаменте будут расти? Расскажите, почему просто присыпать нельзя? С маленькой корневой системой. Меня спрашивали, Ирина Владимировна, а что засыпать нельзя? Правда. Ну, в том числе и теруправление спрашивала. Расскажите, почему нельзя? Ну, элементарно, для посадки растений, деревьев, в частности крупных, требуется развитие корневой системы куда-то. Куда будет в фундамент развиваться корневая система? То есть это мы садим деревья, заведомо они погибнут. Но пока не ясно, там какой глубины фундамент? Я не знаю, в старинных домах хотя бы там. Мы были на месте, поэтому фундамент там достаточно. Пометуя о том, что раньше строили капитально, то там здорово может быть. Если учесть, что он торчит из земли, выставляется, то засыпать его в принципе не получится. То есть все равно его надо сносить. Вы когда обследовали территорию, а какие особенности вы отметили? Какие там есть, может быть, сложности? И как с ними, сложности самой этой территории? Как с ними поступать? Сложность, во-первых, территория неровная, территория с уклонами. Уклон идет от дома, достаточно серьезный. Необходимо будет либо выравнивать серьезно, либо подпорную стенку монтировать. Монтировать, опять же, фундамент и, опять же, огромное количество порослей. Деревья, которые именно надо будет выкорчевать. Не просто спилить, как у нас происходит при благоустройстве, а именно нужна будет корчевка хорошая. И это такое серьезное вложение, когда говорят, а что террауправление, а что город делает. Но это тоже очень трудозатратно и финансово затратно, потому что и техника тоже специальная нужна, и немало рабочей силы. Это только по одному участку, а не у нас 30. И не самому большому участку, который обозначен, 7 соток, как мы выяснили. Да, мы, кстати, 7 соток. 7 соток участок, как мы выяснили, не самый большой участок, который предоставлен администрации к рассмотрению. Там у нас еще у этого участка с правой стороны прилегает такая очень простая детская площадка. Она сейчас за заборчиком, за таким. Детей не очень много в этом микрорайоне. В принципе, есть где гулять, можно уйти, например, в парк у филармонии, можно и до Александровского парка дойти. Но совсем с маленькими детками, конечно, хочется выйти во двор и там тоже с ним погулять. Эта территория не предназначена под детскую площадку. Она такая въездная, пожарная. Там установлены самые простые элементы. Грибок, качели, песочница. И все равно жители, даже те, у кого нет детей, они говорят, надо учесть интересы детей. Как мы будем учитывать это? Детская площадка в любом случае остается. Мы предлагаем снести забор между сквером и детской площадкой. Объединить пространство. Забор-то там никакого функционала не несет? Нет, просто деревянный забор, самый элементарный, дешевый. Поэтому я думаю, что если мы его снесем, никаких проблем не будет. Ну и, конечно, дорожки, которые мы предлагаем проложить до детской площадки от сквера. Чтобы выход был прямо с детской площадки. Чтобы мамы с колясками именно могли прогуливаться по скверу. А я уже посмотрел, да, у нас тут на столе как раз-таки проект этого скверика есть. Мы предлагаем достаточно хорошую развитую сеть, тропиночную, именно для прогулки. Дорожки в каком исполнении планируются? Это обсуждается сейчас. Это обсуждается. Такая площадка, либо плитка тротуара, либо гравийная засыпка. А можно комбинировать. А можно комбинировать. Тут вот это вот можно комбинировать, конечно, это такой вопрос, который будет обсуждаться не только с точки зрения эстетики и удобства. И практичности. И практичности. Хотя прям хотелось бы, чтобы все учли. Но и с точки зрения того, каких партнеров мы найдем на это. Потому что каждый элемент требует немалых затрат. Потому что расчеты проведены. Я благодарю, кстати, Ирину Владимировну Нагаеву. И всю компанию «Арт-Ландшафт», которая не просто нарисовала, что тут кустик, здесь скамеечка, здесь фонарик. А полностью сделала подбор растительности, которая могла бы быть там высажена. И расчет по ним, сколько это может стоить. И в том числе и расчет по дорожкам. И по количеству земли, которое должно быть зависимым. И по всему. Вот с точки зрения экономики, какой вариант самый дешевый, а какой самый дорогой по дорожкам? Ну, конечно, гравийная засыпка – самый дешевый вариант. Брусчатка – это самый дорогой вариант. Но опять, с точки зрения практичности, брусчатка – это все-таки практичная вещь. Долговечная? Да, это долговечная. Долговечная. Сколько там, например, требуется на 7 соток, вот в силу, там, исходя из той тропиночной сети, как вы сказали, которую нарисовали, сколько примерно, например, брусчатки требуется? Ну, квадратов порядка 150 уйдет на брусчатку. А стоит она сейчас? А стоит она сейчас, если брать самую дешевую фирму КСМ – 280 рублей за квадратный метр. Так, сейчас Валди посчитает, мы сейчас узнаем, 280. Не скажу по плиточкам. Давайте будем считать все. 42 тысячи только на брусчатку и только на дорожке, и это вот как бы только дорожки, это деньги. И плюс еще бордюры. И плюс еще бордюры, которые тоже недешевые. А из чего бордюры, кстати, сейчас делаются? Я когда на наши бордюры смотрела… Погонные бордюры, тротуарные бордюры из бетона, крашеные. Они в Кирове выпускаются? Да, также точно компания КСМ, последние годы мы пользуемся. 150 рублей погонный метр бордюра. Вот, то есть вот тут уже накапливаются деньги. Еще несколько тысяч, то есть вот это еще какая-то статья расходная. Так, давайте мы сейчас прервемся на рекламу двухминутную, после чего уже будем задействовать Светлану Андреевну, которая еще раз напомнит, какой была заявка концепции этого сквера, исходя, собственно говоря, из концепции компании, которая представляет Светлана Андреевна. Мико, напоминаю, что выпускает она натуральную косметику и очень придирчиво Светлана Андреевна относила, рассматривала все, что предлагалось, потому что там была определенная идея. И вот об этом мы поговорим после короткой рекламы. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Урбан. Программа о городских проектах. Проект 30 скверов в действии. Мы сегодня сосредоточились на одном конкретном зеленом участке, на котором, мы надеемся, скоро работа закипит. И Вячеслав Николаевич Симаков нам пообещал, что как только подсохнет, техника выйдет на этот сквер, на «Молодой гвардии-32». И вот мы сейчас еще продолжаем подробно говорить о том, что конкретно там будет. О дорожках поговорили. Кстати, поговорили с Ириной Нагаевой, директором компании «Артландшафа». И напомню, что в гостях у нас еще Светлана Скрябина, соучредитель компании «Мико». Переходим, собственно, к вопросам. Какие задачи ставила компания «Мико» перед дизайнерами? Светлане Андреевне, да. Вот какие у вас принципы вот такие, которые вы придерживаете? Спасибо за вопрос. И если можно, такая предыстория. То есть мы являемся предприятием социального бизнеса. У нас очень много бывает экскурсий для детей. И для взрослых. Класс, и для взрослых есть. Да, и взрослые приходили к нам неоднократно. Это к вопросу нашего жителя, который сказал, зачем вообще бизнес туда лезет, в эти скверы. Какая выгода? Я поясню свою предысторию. И мы рассказываем об экологичном образе жизни, рассказываем, почему это важно, показываем мультфильмы. И нам всегда хотелось, чтобы у нас на производстве был кусочек такого зеленого сада, чтобы мы ребятам могли показать. Мы используем эфирное масло розы, а вот живая роза. Мы используем эфирное масло лаванды, а вот живая лаванда. Мы используем кедр, эфирное масло кедра, а вот, пожалуйста, живой кедр. То есть чтобы увидели, ребята, что вот живая природа со всеми ее ценными свойствами, со всеми ценными качествами, со всей красотой, вот все это трансформируется в живую косметику, в натуральную косметику. Но у вас там на заводской это, конечно, сложно. Но на производстве этого сделать не просто невозможно, этого нельзя делать, потому что растения требуют особого ухода, особого микроклимата. Они требуют особой заботы, то есть нужно работать специалист. А второй момент, растения иногда провоцируют то, что появляются какие-то насекомые. Вот Ирина как раз подтверждает это. И создать это в рамках производства, такой зеленый сад, мы не можем, потому что, согласитесь, косметика, которая выполняется со всеми санитарно-гигиеническими нормами, где там все сотрудники проходят медосмотры, и зеленый сад, где могут быть риски, понимаете? То есть это невозможно, просто этого нельзя. Ну там не создать до стерильного условия, конечно. Этого не создать, да. То есть растения предполагают, что там может появиться какая-то своя биологическая среда, своя микрофлора, понимаете? То есть это несовместимые вещи. И когда появился проект 30 скверов, вау, сказали мы между собой, вот мы можем в центре города создать этот живой сад с теми растениями, которые как раз и используются у нас в косметике. С розами, лавандами и кедром? С розами, с лавандами, с кедром, с кедром, с кедром, с кедром, с железниками. И мы очень рады, что мы встретились с Ириной, мы на одном мероприятии были. Я увидела живой интерес Ирины и любовь к тому, чем она занимается. А мы сами влюблены в свое дело, да. И нам всегда интересно с теми, кто любит свою работу, кому это интересно. Потому что эффект всегда совершенно другой, согласитесь, когда человек любит свое дело. Я подошла к Ирине, мы нашли общий язык моментально. Они очень оперативно делают все, что мы с вами с ними решаем делать. Точно так же, как и Светлана очень активно работает и помогает в этом проекте. Я очень рада, что мы с вами стали партнерами, по сути дела. Мы тоже очень. Поэтому вот так сложилось. Задача какая была перед Ириной конкретно? Мы направили Ирине целый список растений, которые у нас используются. Список растений. Необходимо было отфильтровать растения, которые смогут проживать в нашем регионе. К сожалению, кокосы мы не можем вырастить, согласитесь. Хотя кокосовую массу мы тоже используем. Давайте пройдемся по этому списку. Какие там растения, вот уже точно там они должны. Вспоминаем. Есть можжевельники, есть ель, сосна. Можжевельники, туи, сосна, хедры, липы, березы. Березы? Березы. Вот многие негативные, кстати, к березам относятся. Берез у нас нет в сквере. Потому что они вызывают аллергию у соседей. А потом, когда они еще вырастут, то это будет вово. Нет, березы у нас нет в сквере. У нас есть определенный перечень, мы еще будем рассматривать. То есть пока, Ирина, отобрали те как раз растения, которые для нашей пневматической зоны подходят. Тут обсуждались как раз. Самое главное, что мы обсуждали растения, которые там цветут в первую очередь. Во вторую очередь, все равно мы говорили о том, что березы – это основной такой аллергенный бич в нашем городе. И достаточно много людей, которые жалуются. Вот, кстати говоря, вот этот житель, который хочет делать парковку, у него как раз аллергия на березу. Так что я думаю, что березы точно берут пожелания людей, которые не хотят. Придется идти на уступки. Придется идти на уступки. Про березку, я думаю, можно рассказать и чисто теоретически. Потому что березку у нас все знают в регионе. Она там, Светлана Андреевна, буквально в 15 метрах все равно растет. На нее пока никто не покушается. Мы говорили о том, что каштаны, дубы. Каштаны, дубы. Вот такие красивые деревья. Цветущие кустарники. Очень много разнотравий. То есть мы спланировали, да. Вот это интересно. Вот когда мы говорили о кустарниках, то да, там спирея, шиповник. Шиповник, шиповник, розы, да. Это все, что вот красиво цветет и очень приятно пахнет. А вот разнотравия… Ну, как косметика, может быть, без натуральных ароматов. Ну, вот об этом и речь. Ну, в принципе, эти натуральные ароматы – это то, о чем люди всегда, горожане, сожалеют, чего нам не хватает очень, да. А вот разнотравия – это тоже очень интересно. Много-много раз говорили здесь, в этой студии, в программе «Урбан», что, например, в западных странах, в скандинавских частности странах, газону засеиваются разнотравием. Ты едешь, и там не вот эта газонная трава зеленая, которая вот такая, да, у нас плохо приживается, а именно такое полевое разнотравие прямо вот на всех абсолютно домогазонах и вдоль дорог, и внутри города. Я еще рассказывала тогда, не помню, Володя, с тобой в программе или с кем-то другим из ведущих в «Урбане», что это все очень хорошо поддерживается. Выкашивание определенным способом производится в таком шахматном порядке, то есть, чтобы не все время выкосил игол, потом растет. Но этим тоже специалисты должны заниматься в любом случае. Да, и это разнотравие, оно очень хорошо держит почву. Вот если мы говорим о газонах, не дает ей умываться. Да, стягивает. Да, и смотрится очень приятно, и вот это вот ощущение того, что кусочек загородной природы есть в городе, оно очень приятно. А когда мы говорим о разнотравии вот в этом конкретном сквере на Молодой Гвардии 32, это какие растения? Ну, это ромашки, васильки, овсяница, ковыль, это же лаванда, то есть вот травы полыни. У нас есть в составе, да, мы используем. То есть, вы знаете, очень много тех растений, которые нам кажутся, когда мы не знакомы с их свойствами, с этих растений, да, они кажутся нам просто сорняками. На самом деле это такой кладезь микроэлементов, витаминов, что тот же вот гидролат василька, казалось бы, что василек, да, но люди, если они, например, много работают за компьютером, вот спасение от покраснения глаз, от усталости глаз, это просто вот на самом деле чудо созданной природы. Василек, да, действительно, капля для глаз на основе василька, они очень, я как женщина могу сказать, там, любые смухи для глаз, извините, на васильке тоже хороши, разные, их много сейчас, большой ассортимент представлен. А валерьяночку стоит посадить для некоторых, мне кажется, мяту и Велизу посадить, чтобы там успокоение было. Я так думаю, в перспективе там грибы и ягоды начнут расти. Это если мы сушильный комбинат, может быть, сможем в партнёры взять. Ну, смотрите, какая интересная вещь, заговорила Светлана Андреевна о том, что, хоть и я об этом тоже вот сказала, и ребята, которые сюда приходят, активисты из красивого Кирова, да много откуда пишут специалисты, что скверы должны выполнять определённую роль, они должны становиться общественными пространствами, мы, в общем, над этой задачей здесь, вот в рамках этого сквера работаем. Поэтому даже и система дорожек, и система высадка растений, она такова, чтобы люди приходили в сквер и собирались в определённом месте. Вот у нас на столе сейчас три варианта, различных три варианта планировки сквера, они вообще... Будет, скорее всего, четвёртый, потому что всё равно мы чём не рефтируем. Будет в итоге четвёртый, я понимаю, да, потому что Катя ещё приехала, да, вот она ещё своё внесёт, он очень строго рассматривал эти варианты там на местность, сказал, я ещё... Ну, арки ей, кстати, понравились. А, вот была интересная, Володя, вещь такая, которую ты можешь себе представить, даже не можешь. На одном из проектов здесь есть арка, и когда Ирина Владимировна заговорила про арку, там Светлана Андреевна так строго посмотрела, говорит, это что значит, что деревья будут в неестественном, значит, виде расти, и их там будут обрезать, значит, насиловать. Нет, у арки-то я не понимаю, какой функционал планировался? Арка планировалась из рябины. А, арка из рябины. Так скажем, безразживающую стрижку проходит, достаточно щадящую. Ну, кстати говоря, формирование таких арок из деревьев очень хорошо, как раз опять, если мы возвращаемся к европейским городам, где не широкие улицы. Я вот сейчас прямо вспоминаю в Праге одну из улиц, где растут липы, они высокие, ростом практически с домом, там, трёх- или четырёхэтажный. И поскольку узкая вполне улица, а они уже большие, то, конечно, они прошли формирование, они создали, с одной стороны переплелись ветвями и создали такую арку, с другой стороны, они не мешают там вот дому. И при этом они не выглядят изуродованными какими-то, они выглядят очень естественными. Более того, скажи, что уже научно доказано, что стрижка деревьев способствует их здоровью. Чем чаще растение стрижётся, тем меньше заразы на нём образуется. Это же понятно. Мы занимаемся проветрением кроны. То есть ты немножко портишь, да, делаешь вред немножко дереву, оно как бы мобилизует свои внутренние силы, да? Нет, мы прореживаем крону, и за счёт этого именно вот... Не даём паразитам разножаться. Да, не даём паразитам разножаться. Давайте вернёмся к общественному пространству, у нас три минуты буквально осталось. Простите, я хотела ещё задать вопрос Ирине тоже. А при формировании таких зон учитывается такой фактор, как, ну, что-то вроде вместимости, не знаю, сколько там человек одновременно смогут чувствовать себя комфортно. Да, конечно, мы обязательно. Вот, вот сейчас как раз на эту тему. То есть ширина дорожки обязательно у нас учитывалась полтора метра, чтобы разойтись двум мамочкам с колясками спокойно. Вот, и ширина площадки тоже учитывалась для сбора, ну, достаточно так, большого количества людей. Да, но мы когда посмотрели, обсудили, поняли, что увеличим. Площадку ещё будем увеличивать. Её нужно будет увеличивать, потому что вот заговорила Сландрина о детях, которые ходят на экскурсии. Хотелось бы водить сюда детей на экскурсии, чтобы они, конечно же, знакомились со всем этим... Ну, это очень важно, потому что дети, когда видят красоту, они по-другому относятся к окружающему миру, по-другому относятся друг к другу. Ну, красоту с пояснением, что это красота, что это такое, что это всё значит. Конечно, и созданное людьми, по сути дела. Вот рядом такой участок, а рядом такой. Да, да, вот чтобы они могли туда приходить, чтобы было место, где можно было остановиться, зафиксироваться, там какие-то, производить, там, не знаю, лекции, обучение. А может быть, когда там нет детей, там могут стоять столики с домино, например, да, и пожилые люди играют в домино. Я, так сказать, тётенька уже очень-очень взрослая, да, и я помню, мы в детстве проводили концерты для людей, которые жили в ближайших домах. Мы тоже. Вы тоже? А я в поле ездил. Мы обе оттуда. Я на поле ездил, в поле ездил. А сейчас, к сожалению, где-то вот нет. Я в полях тоже концерты. Сейчас же этого нет? Сейчас этого нет. А это, кстати, замечательно. А может быть, вот такие участки, они как раз, может быть, будут способствовать тому, что будут люди устраивать концерты праздник улицы, праздник дома, а почему нет? Ну вот к этому хотелось бы, конечно, прийти. Мне кажется, что город наш идёт как раз к этому. Постепенно, постепенно мы к этому приходим. То там, то здесь образуются такие места активности. И мы вот в этой студии с Володей практически каждую неделю в Урбане наблюдаем и приглашаем специально. Вот сейчас мы перешли уже со специалистов, типа архитекторов, дизайнеров, чиновников и так далее, к тому, что мы их приглашаем совместно с жителями, которые сами рассказывают, как они это будут организовывать. С жителями, кстати, здесь будет ещё работы много, потому что они первые должны будут, конечно, родить за сохранение сквера. По сохранению и уходу тоже будем делать отдельные программы. Поэтому они должны стать участниками проекта. Да. Потому что люди ценят только то, во что они вкладываются. Мы следующую программу по скверам обязательно запланируем с жителями, которые уже тоже тут сядут и скажут, это наше, и мы готовы, и мы будем, значит, вот так вот на это всё смотреть. Но мы всё, что смогли в этот первый час дневного разворота в программе Урбан ввести, мы сделали. Надеемся, что была информация полезной. Слушай, давай скажем, что если кто-то из наших слушателей заинтересовался, то может ведь позвонить на вашу редакцию 211-101. Мы обязательно сведём вас с интересными людьми, познакомим. Так что звоните, никаких проблем. Да, ну и напоминаю, что ещё раз город обещал, что каждую неделю на оперативках будем встречаться по 30 скверам, потому что всё-таки последние полтора месяца проект тормозил, так скажем. Хотелось бы, чтобы в этом году мы успели реализовать, если не 30, то хотя бы 10. Ну и я хочу сказать, что, в принципе, мы уже с Ириной это обсуждали, да, исходя из реальной ситуации, да, то есть погодные условия, они всё равно... В этом году очень мешают нам. Поэтому, скорее всего, мы начнём работу по проекту, продолжим её осенью, а на будущий год мы вернёмся к нему для того, чтобы было развитие проекта. Спасибо. Урбан подошёл к концу. Ирина Нагаева, директор компании «Арт-Ландшафт», и Светлана Скрябина, соучредитель компании «МИКО» были у нас в гостях. На этом мы, Урбан, закрываем. Через 20 минут ровно дневной разворот, уже другая тема, тема предпринимательства. Вернёмся очень скоро. Урбан. Программа о городских проектах.